Сейчас Россия председатель Совета Безопасности ООН. Возглавлять его наша страна будет в течение всего октября. Наши интересы в дипломатических битвах в Нью-Йорке отстаивает Виталий Чуркин, постоянный председатель Российской Федерации в Совете Безопасности. На этой неделе с ним встретился мой коллега Анатолий Лазарев. И задал ему вопрос, кто и зачем пытается отменить право ВЕТА у постоянных членов Совета Безопасности. Виталий Иванович, скажите, пожалуйста, существует ли процедура аннулирования право ВЕТА, отзыва право ВЕТА? Такая процедура существует. Для того, чтобы право ВЕТА как-то видоизменить, нужно принять те или иные поправки к уставу ООН. Но тут есть одно «но». Для того, чтобы поправка была принята, за нее должны проголосовать минимум 129 членов ООН. И она должна быть ратифицирована минимум 129 членами ООН. И вот тут один из самых гениальных пассажей из устава ООН, включая все пять постоянных членов Совета Безопасности. То есть, если бы кто-то там совершал какие-то наскоки на Россию и пытался решить нас право ВЕТА, то нам достаточно было бы не ратифицировать эту поправку, чтобы она не вступила в силу. Таким образом, какого-то реального пути решения права ВЕТА России или каких-то других членов постоянных Совета Безопасности не существует. Если такой опасности не существует, если процедура крайне сложна, если не сказать невозможно, почему этот вопрос поднимается? Для того, чтобы оказывать на нас политическое давление. Для того, чтобы нам каждый раз, если мы хотим применить ВЕТА, было это делать как можно более затруднительно. Исключительно из-за этого. Это эффективный рычаг давления? Ну, исходя из того, что мы недавно вновь применили ВЕТА, не слишком эффективный. Президент Путин, защищая право ВЕТА, сказал, что право ВЕТА – это один из важных путей для поиска компромисса. Если сейчас звучат предложения отказаться от право ВЕТА, означает ли это, что время компромисса прошло? Ну, я думаю, что те, кто говорит, опять же, об отказе от права ВЕТА, они вряд ли серьезно рассчитывают, что это может произойти. Это говорит о том, что сейчас определенный разлом в международном сообществе усилился. И очень острая политическая борьба по разным вопросам. В ходе этой политической борьбы используется давление, связанное с правом ВЕТА, чтобы как можно сложнее нам было применять это право, когда такая необходимость возникает. Таков уж мир, что у Соединенных Штатов и их союзников всегда практически есть 9 голосов для принятия той или иной резолюции. Поэтому без права ВЕТА они просто могли бы класть резолюции на стол и штамповать эти резолюции. То есть, вообще, Совет Безопасности потерял бы организации объединенных наций, потерял бы всякий, так сказать, смысл существования. Видя, как развиваются отношения между Россией и Западным, видя логику, из которой действует Запад, логика часто конфликтная, провокационная, как Вы считаете, чего ждать России в ближайшем будущем? В ближайшем будущем, к сожалению, очень остро будет стоять сирийский вопрос. Вообще, сирийский кризис и сейчас, в частности, то, что происходит вокруг Восточного Алеппо, это здесь приняло характер военивизации объединенных наций, ну, такого, так сказать, кризиса планетарного масштаба. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы те усилия, которые предпринимаются российской дипломатией, очень хотелось бы, чтобы эти усилия дали какой-то результат и удалось продвинуться к политическому регулированию, к прекращению насилия в Сирии. Утвержден новый генеральный секретарь. Что Вы ждете от него? Что он может изменить? На что он может повлиять? Ну, я думаю, что от Антонио Гутерреша есть ожидание, что он сможет все же сделать более эффективный секретариат Организации объединенных наций. Что не просто. Гутерреш, как человек, который сам был ООНовцем, 10 лет работал Верховным комиссаром по правам беженцев, я думаю, ему удастся несколько более эффективно сделать, такой современной саму структуру и, так сказать, функционирование секретариата. Ну и потом, мне кажется, что новый генеральный секретарь может чуть больше внимания личного уделять кризисам, которые существуют. Потому что у генерального секретаря целый ряд спецпосланников по Сирии, по Йемену и так далее. Но мне кажется, что есть определенные возможности у генерального секретаря, у Гутерреша нарастить свою активность личную, применительно к урегулированию острых международных кризисов.